Идем дальше Вот это очень-очень интересно Поняли вы такие вопросы? Потому что мы попадаем в такую сказку Такой загадочный мир Такой историй Где-то человек слышал звон Здравия Но это вопрос Правильно, что ваша Фаина от академика? Ну, гадал на треть А академик от королевского Полное непопадание А, например, рыжий позе Филиппе от каких знаете? Ну, давайте начнем с конца Если вы видели Фаину, я вам сейчас покажу Рыжий – это ее клон У меня их сейчас Фаин Плодосящих 4 Уже все разные Еще раз говорю Мне Фаина помогла в чем? Я родил феномен Так? А последующие привыки Вот насколько молодец наш этот самый Неудобно уже сто раз повторять Что какой умный у нас этот Александр Смотритель В скобках Песоцкий Из яш-кораллы Вот Он это предвидел Ну, по крайней мере, я это показываю часто К чему мы идем Итак, родился феномен А рыжий Получился Еще более сладкий У Чернобаева Ну, это ладно Я ответил на вопрос Что? Рыжий – клон Фаина Фотография У меня столько фотографий Всего сада А вот этого нет Ладно Позди Филиппи Рассказываю Как они Я за Кирова отвечаю За мной вам Вот Рассказываю про позди Филиппа Вот Я с Филиппи Познакомился на рынке Сто-граммовые плоды Их в литровый банк Там влазило Чуть пять или шесть всего У меня фотографии есть Ужас какой Вот Плодоносит поздно Позже всех Уже Заворский попадает Еще позже всех То есть Заворский прошли А он только собирается свистеть Это сказка Вот И вот я наконец Беру Сергея Поехали к нему В эту гость Я договорился Взял с собой этот Фотоаппарат С камеры И у меня есть целый фильм Самое интересное Из этого Мы вообще ходили Смотрели Вот Ну учиться у него Он мужик из простых Он далеко Не лезет Где абрикосы Но Напомню Вот такие абрикосы И я говорю Володя Где ты взял Мы подходим к этому Где ты его взял Черт его знает Он взял Сам такой вырос Все Понимаете А ведь это Шедевр Поздний Филиппиева Уже то Что позже Вот А он Ходит Так сказать Если у меня Есть 5 самых крупных Абрикосов В стране Я что-то не умею Один из них На Филиппиеву надо Было Написано Филиппиева На самом деле Он Филиппиев Владимир Это Сам Викторович Так вот Владимир Викторович Сам не знает Как что Я ответил Не знаю Он не знает Я не знаю Теперь самое интересное Вот эта вот фотография Фаины Это 2006 год Значит Как она получилась Я привил Ну тут почти По мечу Я привил На Манджорца Обычного Действительно Академика Так Вот я показывал Там два плодика Это вот здесь А Скелет Академика Привил Королевский Проходит Два года Я прихожу В сад Я расскажу подробно Какая-то же моя Гордость Ну слабое место Ну как Детях Знаете Мы любим Говорить о детях Какие они Замечательные Шолны Там Подожгли дом Вот Мы любим поговорить А здесь-то Понимаете Когда она достигла Вот этого Нет фотографий Ну не было Фотоаппарата Когда Думаю Пусть еще Побудет Когда я пришел Дерево было Белым От этих От Бабочек Все дерево Бабочки Эти самые Пчелы И осы Вот Все было Дерево В них Прямо Выжирили Все Оставили Одни кости Я подошел Запах Мед Феномен А я еще думаю Ну все Теперь Жизнь сложилась Вот Знаете В честь Трагического Случа Почему Фаиной Зовется Потому что В стране Для детей Нет денег Чтобы их Спасти От этого От порока Сердца И вот Она Теперь Фаина Проходит Год А кстати Линейка Эта линейка Особая Вы увидите На сотнях Сайтов Эту линейку Только Увидели Это просто Чудо Что Я для Разметку Такую Сделал Чтобы отразить Действительно Как сказать Масштаб Плодов Я сделал Способление Где Увидели Этот сайт Не Можете Просто Выключить А можете Написать им Несколько слов Да пошел ты Этот Хозяин Куда Ясно И получается Линейка Проходит Год Не теряет Никаких Качеств Такое Почти Еще Краше Стало Вот Это Вот Плоды Какие Они Вкусные Ни Одной Пчелы Ни Одной Осы Ни Одной Бабочки Медового Вкуса Тоже Нет Я Расстроился А Почему Я Говорю И Подробно С вами И так Долго Я все Время Внушаю Эта мысль Вегетативная Гибридация Существует Но Я оказался Третьей стороной Наука Вначале Да Ордена Медали Звание Потом Их Кого По тюрьмам Кого Волили Вторая Сторона Которая Якобы Генетики Нет Никакой Вегетативной Гибридации Есть Как две Половинки Так и Есть Две Половинки Ничего Не перемешивается А я Третья сторона Что есть Но в единственном Экземпляре Вот это Никто не мог Сообразить А у меня Вот такие примеры Это один из них Итак Медовый Запах И сейчас Ни одной пчелы Ни одной осы Ни одной бабочки И так же Дал пока Дозреет И перезреет Ладно Третий год В принципе То же самое Ну Ни осы Ни пчелы Нету Потом рядом Стоит Огромная Была Королевская Там две Обычные ветки Одна упала Прямо на это дерево И раздавила Фаину Аж до самого Фундамента То есть до самого Ни Раздавила И она существовала Существовала Ветки давала Потом Я давай переносить Ветку даст От самого низа Я переношу Ветку даст Мне надо было сохранить Я сохранил И у меня сейчас Четыре полночащих дерева Фаины И ни одна близко Не походит Но это не все Дерево Когда немножко Оклемалось Лет через 10 Через 8 После этой страшной аварии Когда на нее упало Плодносящий Знаете Там На этой ветке было Ну Ветер 6-8 Плодов Такая тяжеленная Рухнула А это ниже Как бы Конкуренция Оказался И она ее Уничтожила И только лет Через 6-8 Я получил Вот этот урожай С маточного дерева А плоды какие Это я все Томатографии Отключаю А я не могу Иначе Отключайтесь Вы представляете Она И вот это Все три Вот эти Не рисунки Все три Раз Два Три Все три года Я не путаю Они в разных папочках У меня По годам И вот Что получилось Вкус не потеряла А что интересно Думаешь Где-то я тебя видел А у меня есть абрикос Которого я не могу дать Название А называется Крупноплодный железо Я веточку От кого-то прибыл Или от бородича Не помню Единственное Чего у меня никогда не было Ни одной веточки Ни одного плодика Это от Байкалова Это вопрос принципиальный Он меня ненавидел А я ему платил тем Что я не стал Зная где можно достать Его сорта Я ни один не взял Так вот Получается Внимание Крупноплодный железо Что-то уж очень напоминает фаину Но ни при чем Это матчатый дерево Вот сколько я вам наговорил Отвечая этому товарищу И современная фаина Кроме тех четырех деревьев Впервые дала урожай Это было в прошлом Году Дала Фаина Которая на прикупанном участке Уже Растет на Косогоре Так И Яна Александровна Это прошлый год Она проходила у меня практику Я говорю Давай Будешь у меня Этим самым Дис Я не заставлял работать Не одного дня На меня Я ей сказал Расплата Будешь фотомоделить Вот пожалуйста Но это фаина Потому что сразу получилось Наслоения еще не было А насыщение ментора Было А это уже Мечуин Вот тут я скажу Я в этом плане Мечуин Я много не согласен Я бы никогда не стал Ворачивать Так как он Но сама идея Насыщения ментора Она нам еще пригодится Даже больше сегодня Но у нас заканчивается время Вот он Тот самый Помните Этого Фальшивого Сайт С этими С плодами С фальшивыми фотографиями Вот он Родное Показал Он же Один из родителей Вот этого Чуда Но Хотите быть волшебниками И Будьте Как говорил это Козьма Пруткова Хочешь быть счастливым Будем Другое дело Сохранить это Невозможно Волшебник А почему Не получить 10-20 результатов И более крупные Более Еще более сладкие А Я же Вот тем признал Это Одно Из мировых Открытий Желиного Вегетативные Гибриды Существуют Раз Но Запятая Не повторяются В потомстве Хоть ты косточку бери Хоть черен Даже черен Бери Максимально Сохранить Это Кладенкова И Алексеевич У нас волшебник Он говорит А я ваши сорта И мои сорта И королевские Взял даннокультурные Я Сохраню Сохраняю И Алексеевич Сохраняю Вместе Однажды 45-50 И подвой Может замерзнуть И прямой Я предпочитаю Вот такие Варианты Вот И Единственное Что я придумал Алексеевич Это Знать что Делал Если Пусть она Вот так Меняется Но это Второй этаж Еще Выше Еще раз Вернусь К этому Вот Чтобы понятно Было Как я пытаюсь Спасти Вот это Видите Петр Великий Мне хочется Такие плоды Если я его Привью На Подвой Манджуриц Я могу опять Получить Вот это А мне надо 150 200 грамм Как у его Предков А здесь 140-50 Пусть это Не зря Его назвали Так У него есть Как Абрикос Королевский Так Это Королевский А в скобках Сенис Абрикоса Персиков Видите Как Родословно А тут Абрикос Персиковый А он Взял У меня Какие-то Качества Персиковые Видите Какой Голопопой Головой Головой Вот Интересно же Пусть не повторяется Качество Но возможности Какие Подвой Дает Супер Морозостойкость А вдруг В ветках Она сохраняется И тогда Я взял И вот этот Самый Еще раз Привил Видит Третий этаж Вот это Вот веточка Мощная веточка Вот она Отсюда Начинается Вот смотрите Вот здесь Мощная веточка Вот здесь И Третий этаж То есть Королевский На Водзорце А это уже На Королевском И ждут Чудо А Год Пройдет Или года Не пройдет И мы с вами Поделимся Вы у меня Первый Вот Ну пока Надо подождать Вот это Яркий пример Я испугался Отрезать Сейчас Нельзя Сильно Теплая зима И то Умертвило Вон такой Кусок Это же Хевсонская область Десять метров до Крыма Вот А у Этого самого Червушка Теплее намного Чем у меня Ну мы считаем Что мы постепенно Движемся на север Так Наговорил я вам Еще Семь минут Осталось Вот Сколько Это Фальшивки Ну И мне еще Там еще Цена-то какая Как они умудряются Привезти За морем Говорят Телушка-полушка Рубль Перевоз Как они умудряются Какая у них себестоимость Чтобы привезти Откуда-нибудь С Италии Ведь через Это не в каждом Государстве Даже южного Растут Спросите Много их у нас На Кубани На Северном Кавказе Много Вот На Украине Был 2002 Или 2003 Год Мороз как ударил Так все черешни Не все А большая часть Промышленных Черешных садов Погибла А это Украина Вот Видите Как Несло А тут Пожалуйста Черешню Покупайте Сибирский Питомник Находится В этом Городе Омске Пожалуйста Я уже Полтайны Открыл Догадайтесь Как он Называется Вот Видите Вот Он Илусенко А почему Илусенко Все Обозвали Да Потому Что не Вписываешь В эту Систему И Как Кусочек Дегтя Получил Урожай На 7-летнем Дереве 7 ведер Наш Друг Чернобая Мой Друг Теперь Он Наш Друг Теперь Вы скажете Он Нам Не Друг Сейчас Начать И Материть После Этого Клады Плодов Много Никто Мест Собирать Нет Они Это Сам Короче Он Это Это Тоже Академик Но Уже В его Вариате Сами Видите Как Меняются Плоды Вот Сфотографировал И дерево Спилил Вот Я Что Сделать За Это Дерево Должи Наука Уцепиться На него Табличка Должна Висеть Приехали С милицией Привесили Табличку Вот Защищено Организм Ульяных Наций Отделом ЮНЕСКО Посмевшему Приблизиться К нему На 3 метра Даже без Топора 10 лет Тюрьмы Вот так Должно Но Сколько Я не рекламировал Его Сад Его Уникальная Вещь Видите Как Меняется Вы Узнали Его Академика А Нет Я Не Узнал Спилил Никому Не Надо А Мне Говорят Куда Плоды Девать А Вот И Он Хотите Морду Бейте За то Что Он Спилил Академика Хотите Восхищайтесь Его Картина Вот Они Вот Он Художник Для Него Вырастить Вот Это То Самое Что Картина Написать Вот А О Нем Когда То Ко мне Приехало Красавянское Телевидение И Отправил Еще К двум Уникальным Людям Электром Шестовской Вот Чернобаеву И Потом Уже Байкалову Благодаря Мне Байкалова Увидели Хотя Бо Десятки Тысяч Людей Потому Что Он Стал Легендой Но Легендой Не Нужной Никому Умер Тихо Вот Наука Его Напрочь Не Любила Может Непростой Был Самолюбивый Это От него Отталкивало Уже Под Самый Год До Два До Смерти Он Добирался Дайте Землю Мне Надо Более Благородный Благоприятный Участок Так же Как Когда-то Мичури Вот Что Разве Мы Можем Дать Подсинь А подсинь Абрикосы Растут Уникальное Место И он Там Мог Развиваться Пусть Было Уже 80 А ему Ответ Был Извините Деревня Подсинь Это Наша Рублевка Вот Он Землю Это Кому Самому Байкалу Вот А Теперь Я Сам Взял Недавно В Яндексе Любопытно Стало Оно Иногда Попадается Мне В Ютубе Случайно Мой Фильм Который Благодар Мне и создан Красноярским телевидением Там Талантливый Режиссер А я просто Сейчас В Яндексе В Яндексе Набираю Засертый Мемсад Первая Вторая серия Вот он Пожалуйста Смотрите И узнаете Столько Интересного Попадет Такую сказку Потому что Первый И последний Раз У нас Был снят Настоящий Фильм Потом Четыре года Подряд Красноярский Показывал Красноярское телевидение На Красноярский край Показывали 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 Ну А народ Что Посмотрели Нам Это Не дано Вот Вот так Вот Леонид Дмитриевич Но Я Тебя Академика Не прощу Ну А Компенсируем Что Ты Мой Сорт Улучшил Венгерки Но Это Потом